Сегодня я поделюсь с вами некоторыми теоретическими основами того, как я формирую свой минималистичный гардероб. В прошлом я на теорию забивала. Что из этого вышло, вы еще увидите. В качестве места для сбора теории я выбрала Notion. Ссылка будет в описании. Итак, вопрос первый. Что вообще я ношу? Мой текущий образ жизни предполагает микс из одежды для сна, одежды для спорта и одежды, которые я могу носить дома. Поэтому, когда я достала из шкафа любовно хранимый официальный костюм, то ощутила себя крайне странно. Другое дело надеть хлопковую вельветовую рубашку, добавить к ней такие же брюки и радостно посмотреть на себя в зеркало. Разумеется, нет ничего плохого в официальном костюме, если он отвечает условию, которое вы увидели на экране. Я специально оставила эту фразу на английском, чтобы проиллюстрировать ее примерами. Expensive значит ситуацию, когда вы можете расслабиться, дышать полной грудью, поднять подбородок, в общем, чувствовать себя классно. А contracted – это прямо противоположная величина, которую я испытываю, например, в этих брюках. Несмотря на то, что они очень классные по материалу и даже стильные, я в них просто чувствую себя немножко отвратительно, будто бы они из какой-то прошлой жизни. Делая этот разбор, я поняла, что мне, как минималисту, очень нравится руководствоваться идеей Никиты, моего одноклассника. Родители покупали ему буквально несколько классных сетов в год, один за одним. И следующий покупался только тогда, когда предыдущий был уже совсем изношен. Мне кажется, это позволяет не допускать таких ситуаций, которые вы видите сейчас. Сдавать классную одежду просто потому, что она перестала подходить морально или физически. Кроме идеи Expensive Contracted, есть и вполне ощутимая идея. Это – идея цвета. Про важность этого пункта я регулярно пишу у себя в Telegram-канале. Узнала я о нем совсем недавно, но это реально поменяло мою жизнь. Теперь у меня есть четкие цвета, которые я выбираю в магазине и не смотрю на другие. Да, вы правильно услышали. Я выбираю только их. Меня недавно крайне умирила одна стилист, которая заявила, что знает, какие цвета ей идут по цветотипу, но носит другие. Мне это напомнило, если честно, спортсменов, которые пьют и курят. Они как бы знают, что это тоже не помогает им жить, однако чувствуют в себе силы усложнить задачу. Мне, если честно, такая логика не близка, поэтому я просто выбираю то, что работает для меня. Откладывая на каких-либо платформах вещи, которые мне потенциально нужны, я обращаю огромное внимание на цвет и смотрю на него буквально под лупой. Ведь выбрав правильный цвет, я смогу без смс-регистрации помад, очков, аксессуаров и еще неизвестно чего выглядеть здорово и здорово в любой момент. После того, как заветные вещи отложены, я начинаю думать. Иногда я делаю это настолько долго, что отложенная вещь уже просто перестала продаваться. К лучшему! Буквально в процессе озвучивания этого видео, к той заметке из Notion, которую вы видели вначале, добавился еще один пункт. Пункт про мягкость. Вы никогда не думали, что вам нравится щупать людей, которые одеты во что-то мягкое? Если не думали, то другой вопрос. Как насчет собак, которые покрыты шерстью и такие пушистые-пушистые, и хочется трогать несмотря ни на что? Мне кажется, мы испытываем те же самые чувства по отношению к людям, которые одеты во что-то мягкое. Поняла я это в процессе того самого упражнения, которое называется тренировка насмотренности. Я регулярно смотрю показы Макс Мара, и мне кажется, делаю это исключительно из-за Teddy Bear Coat. Это замечательное пальто супер подходящего мне цвета, которое выйдет в следующей коллекции. Его версия в других цветах на мне, к сожалению, не очень классно сидит, но это не мешает мне хотеть его жмякать. И теперь, расчистив свой гардероб согласно тем принципам, которые я вам показала, я готовлюсь принимать заказы на следующие гардеробные видео. Будет ли вам интересно? Пишите в комментариях. Больше информации можно найти в моем телеграм-канале. До новых видеоэпизодов! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok